друзья привет никогда объяснять нужно срочно смотреть красноярская культурная среда выходит из самоизоляционной спячки так что line up у нас сегодня почти сенсационные так сегодня всем добрый вечер из красноярска меня зовут анна богомолова звездный час красноярская актриса в одном проекте сли и ахиджаковой и ксении рапопорт красноярская музейная ночь онлайн как это было дом кино голливудский режиссер снял в изоляции настоящий фильм 18 мая у меня как у культурного журналистов для помечено алым цветом живописного реализма крестьянки в двух измерениях так называется картина основателя супрематизма коземира малевича вот она ну а красный цвет даты от того что именно в этот день как правило проводится ночь музеев всегда проходит ярко живописно классно и здорово как и в этот раз онлайн но мы все видели все знаем все расскажем вокруг никого музей тоже почти никого но мы будем первыми кто проникнет самую суть за кулисы поехали но не мог красноярск вообще и музейный центр площадь мира в частности проведший в свое время первую музейную ночь в россии пропустить такое мероприятие да из дома сегодня лучше не выходить но кто мешает выйти в онлайн музейщики и без того ведут массу сетевых проектов будет еще один интерактивные как начнется эфир мне будут здесь приходить сообщения какие-то например там по иди налево иди вниз к набережной я пойду соответственно вниз к набережной там скажут залезь в ротонду покажи ротонду я полезу в ротонду буду порассказывать принято что знаю показывать может быть там что-то потрогаю может балки сми опять же это скажут все правильно 36 музейная ночь продаем глаза погружая зрителя в мир компьютерной симуляции 8 проводников в мир искусства гиды штатные художники и даже один колоритный электрик дядя лёня по команде гостя музейки повернут направо налево посмотрят вверх вниз расскажут и покажут все 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 локации несколько экскурсовод лера отвечает за уличные объекты как пожелает наш зритель то есть я вся может быть его распоряжение я могу обойти музей вокруг я могу показать наши сейчас сохранившиеся три арт-объекта это вот ротонда родина мать василя слонова и стулья высоко далекой который находится у нас на площади перед оставчивым в это время художник саша закиров основатель арт-группы кипиш град и известные мастер гравюры буквально бегом носится из зала в зал и зрители приказывают показать работы саши михайлова и свои собственные рассказать о расписании дня работника музея и погладить пузико каждому из коллекции условных башков и даже выполнить акробатические трюки правда почему бы и нет царь я бы опять после сальто сделать до ну во во каждый зритель купивший билет за почти символические 50 рублей получил во владение глаза руки и ноги проводника на пять минут активности на выбор от прогулок в темноте до визита на крышу просмотра уникального оборудования поле экрана и прослушивания историй о былом а вот тут раньше вот здесь раньше да делали предложение когда-то года два три знаете мужчина ставили стол такой потом был гитарист этот скрипач и он делал предложение на этом наши пять минут с электриком на крыше так называется это экскурсионная часть заканчиваются прощаемся с дядей лёни и из припорошенных пылью времен чердачных помещений опускаемся на землю в аккуратную мастерскую художницы насти без вершук за выделенную на каждого купившего ее глаза пятиминутку она сделает арт-объект идея да какая угодно в можно то есть тут и предметные и предметные и облачные за облачные все что угодно постепенно появляется ландшафт это горы а следом и река из фольги настя объясняет это вид из иллюминатора самолета когда мы отправляемся в воздушное путешествие всегда волнуемся вот это чувство я и отобразила это двойная проекта телесная культурная съем с них и потом виртуальная каждого мы отсняли диорама старая россия так и не успела приветить ни одного зрителя кроме съемочной группы объект только открылся а музей наоборот на 36 музейной ночи зрителям рассказал об экспозиции автор идеи сергей кабалевский диорама сменила название теперь это воскресенье на площади и наполнилась новыми смыслами здесь соединились история и современное видение а еще по площадке можно пройтись и буквально пощупать скульптуры руками но это все конечно не сейчас а потом после когда-то сергей уверен как только режим изменится люди придут не куда-нибудь а в музей я думал интернете надоел уже в земляном количестве вот ну и музей по определению уже посвящен подлинности и непосредственности восприятия особенно современный музей будем дизайнер архитектора художник и кураторы придумывать всевозможные ситуации в которых зритель не только смотрит сквозь стекло на предметы на этикетку ну и как-то с ним взаимодействовать поэтому музей это прежде всего среда пространство насыщенное каким-то подлинными произведениями переживаниями историями и это сегодня перенести наши с вами монитора тем более вот эти гаджеты я не представляю как однако опыт этой онлайн ночи организаторы все же пообещали не забывать и обязательно интегрировать его в музейную жизнь а пока порекомендовали тем кто пропустил 36 музейку посетить страничку виртуальных туров по площади мира искусства много не бывает а сейчас коротко о других событиях культурной жизни красноярска страны и мира смотрите и не говорите что не видели всем добрый вечер из красноярска меня зовут анна богомолова наша аня громко скачет от радости актриса красноярской пушки исполнила одну из ролей в зум читки со звездами российской и не только театральной сцены лия ахиджакова аня щеповская ксения рапопорт и евгения додина всех и не перечислить в красноярске аня богомолова одна из ведущих актрис драм-театра известная вдумчивым подходом к ролям и яркими образами как на сцене так и вне ее автор прочитанной в зум пьесы не спящие мариус и вашкевичус пригласил аню впечатлившей с работой девушки в спиртакле русский роман его премьера состоялась в уходящем театральном сезоне послушать подкасты читки не спящие можно в группе театра катлс смотреть в темноте голливудский режиссер дэвид сандберг известный несколькими успешными фильмами провел время в изоляции с супругой актрисой лотой лорстен с пользой выпустил трехминутный триллер который заставит задуматься о новой эпохи в сфере кинопроизводства ведь видео получилось качественным в меру жутковатым и недорогим продакшене это стало ясно когда следом за самой короткометражкой фанаты увидели фильм о съемках режиссер подробно разъяснил как сделать тот или иной эффект как настроить технику записать звук и прочее 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 смотрим учимся и снимаем шедевры вы удивитесь но на этом сюрпризы у самого музыкального не закончились зовите сыночка и лапочку дочку самое время принять участие в конкурсе детского рисунка я иду в театр заявки принимаются до 24 мая мы ждем работы авторов в возрасте от 3 до 14 лет на рисунках которых изображены ситуации иллюстрирующие соблюдение или нарушения норм театрального этикета родители и педагоги уже начали присылать нам заявки вот некоторые работы жюри обещает обратить внимание на оригинальность раскрытия темы содержательность и самостоятельность работ ребят участников кстати подсказки по теме театральный этикет можно найти на сайте театра победитель получит грамоту и билеты на спектакль а лучшие рисунки будут выставлены онлайн на ресурсах музыкального в сети арт-группа явь из санкт-петербурга представила серию генезис это девять муралов или монументальных живописных полотен расположенных на стенах зданий не выходя из дома художники создали стрит-арт существующий только виртуально увидеть объекты можно с помощью google карт через просмотр улиц художники подготовили интерактивный маршрут ссылка на него есть в аккаунтах арт-группы в сети между прочим подобные муралы есть и у нас красноярске причем не виртуальные вполне себе настоящие некоторые них расположены на улице вавилова мы прогулялись посмотрели как они выглядят и теперь подскажем пароли места явки вам первый арт-объект принадлежит кисти и баллончику известного красноярского художника александра бласика и появился здесь в 2019 году тема традиционный для граффитиста лес расположено полотно на фасаде жилого дома по адресу вавилова 39 второй мурал совсем рядом на вавилова 43 эта стрит картина называется тайга написала ее дарья аноприкова и в образе легко угадывается сетевая поэтесса вера полоскова так певица молодых душ выглядела на своей свадьбе ну а мы двигаемся дальше через несколько десятков метров расположена граффити весна вадима фомина обходим дом еще пару шажочков и вот оно сквозь слепящие глаза солнце появляется яркое чудо появился совсем недавно этот рисунок на западной 15 находится он посвящен юбилею великой победы вот посмотрите он расположен прямо напротив парка думаю многие его узнают парк находится на вавилов такая стела есть примечательная ну и пожалуйста он смотрит прямо сюда и удачно вписывается в композицию все эти арт-объекты созданы в рамках сибирского фестиваля граффити культуры крась это проект молодежного центра новые имена и свежие работы наверняка появятся на фасадах зданий красноярска уже в сентябре именно тогда пройдет следующий фестиваль уличного искусства в итоге эти монументальные образы составят галерею под открытым небом на вавилова ну и на сегодня друзья у меня все увидимся на инсея главное помните должно ли искусство быть понятным да но только тем кому она veo ну ко мне он и ну и и и э и Субтитры создавал DimaTorzok